Садики проходят проверку на безопасность. Готовы ли детские учреждения к новому учебному году, узнают медики, сотрудники пожарного надзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Управление образования и прокуратуры. В пищеблоках проверяют, как хранятся продукты и посуда, исправно ли оборудование. В медицинских кабинетах смотрят, как хранятся медикаменты. В коридорах не загромождены ли эвакуационные выходы и в порядке ли огнетушители. Управляется вентиль, рукав, перемотка видна. Пожарный кран укомплектован рукавом, стволом. И в шкафу еще имеется огнетушитель, первичное средство пожаротушения. Все соответствует нормативным документам. Здесь немножко другая специфика, чем в школах. То есть дети маленькие, менее самостоятельные. Поэтому внимание обращается, особо уделяется внимание на действия персонала. То есть как они должны проводить обучение, инструктажи и действовать в экстренных ситуациях. Гуляет комиссия по детским площадкам. Пристально рассматривают беседки, горки, качели, песочницы. Гвозди торчать не должны, не должно быть и сколов. Чтобы дети не поранились и не пришлось вытаскивать занозы. Детские сады начали готовить к новому учебному году около двух недель назад. В 50-м детском саду сделали косметический ремонт, отремонтировали лестничный пролет и сделали новое крыльцо. На это ушло 300 тысяч бюджетных денег. Еще около 150 тысяч на ремонт садик заработал сам за счет дополнительных платных услуг. Посуда для детей, игрушки для детей, приобретен спортивный инвентарь. То есть детский сад и коллектив. В принципе мы планируем каждый год и постепенно пополняем материальную базу детского сада. До 1 августа специалисты должны проверить 38 садиков. Почти треть из них комиссия уже приняла. В наших учреждениях соблюдаются все требования. Эти мероприятия на постоянном контроле в администрации города Благовещенска. И чтобы не допустить каких-то недоразумений с нашими детьми, каких-то несчастных случаев с детьми. Поэтому на это обращается особое внимание и требования все соответствуют. С 1 августа комиссия начнет принимать школы, а потом и учреждения дополнительного образования. Проверки на безопасность детских учреждений завершатся в середине августа. Елизавета Бедник, Иван Миночев, Альфа Новости.